Национальность играет какую-то существенную роль. Вот, скажем, гигелевская философия в Советском Союзе явилась основой идеологии. Ну, одной из основ идеологии. А в той же Германии, на родине Гигеля, что там в основе? В основе христианской религии, в основе идеологической сферы, в основе идеологической позиции. Поэтому, поскольку мы говорим о философии как о всеобщем, это, так сказать, условная идея русская, то имеется в виду, а какие философы российские, какие идеи развивали и чем они замечательны. Значит, самостоятельное творчество в области философии начинается в России лишь во второй половине XVIII века. И в XIX веке начинается эпоха ее интенсивного развития. Когда в России стала только просыпаться философская мысль на Западе, давно шла напряженная активная философская жизнь. Особенностью русской философии было совмещение ученичества и свободного собственного творчества. Наличие на Западе богатой и творческой жизни имело как положительное, так и естественное и отрицательное значение для России с точки зрения выработки самостоятельных позиций. С одной стороны, приобщаясь к философии Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь вхождения в сложную философскую проблемачку. Но, с другой стороны, собственное творчество было стеснено. Целые поколения России попали в плен к Западу. Мощь ее собственного гения впервые проявилась в сфере литературы. Державин, Жуковский, Пушкин. Русская философия не теоцентрична, то есть в центре не стоит религия, хотя в значительной части глубоко и существенно религиозно. Не космоцентрична, то есть, так сказать, хотя вопросы натурфилософии очень рано стали привлекать внимание. Она антропоцентрична. То есть, что значит антропоцентрична? В центре философских работ стоит человек. Больше всего она занята темой о человеке и его судьбе. Всюду доминирует моральная установка. Русская мысль сплошь и исторична. Она обращена к вопросам истории. Эсхатологические концепции XVI века перекликаются с утопьем XIX. Какие можно выделить этапы развития русской философии? Первое – это религиозно-философские представления русского Средневековья. Русское Средневековье продлилось почти восемь столетий. От призвания варягов в 862 году до избрания на царство династии Романовых в 1613 году. Общей духовной основой русского феодализма явилось восточное христианство, православие. Иоанн Дамаскин, Владимир Мономах, Нестор Летописис. Вот фигуры в работах, в книгах которых это выражено. Второй этап – это философия просвещения. Этот период длится с середины XVII века до I-III-XIX века. Это время европеизации России. Секуляризация, то есть отход от религиозных домов, охватывает все стороны духовной жизни. Пробудился интерес к науке и философии. Россия обратила взор на Запад. Философия пронизана наукоцентризмом. Появляются петербургские и московские университеты. Фигуры этого времени – Курбский, Феофан Прокопович, Татищев. А позднее просвидетельство представляет Теплов, Анечков, Козельский. Идейно-философские течения XIX – начала XX века. На сцену истории вышло поколение дворянских революционеров. Декабристы. Разночинцы – Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Ну, я думаю, вы знаете, что Чернышевский уже подошел к диалектическому материализму. И, надо сказать, был на уровне современной философии. Лидеры славянофильства – Хомяков, Киреевский, Самарин. Шла дискуссия между славянофилами и западниками. Славянофильство и западничество. Народничество представляли Ткачев, Лавров, Бакунин. А русским марксизм представляли Плеханов и Ленин. Развитие русской философии в послереволюционный период. Лидеры славянофильства – Хомяков, Киреевский, Самарин. Народничество – Ткачев, Лавров, Бакунин. Философское осмысление российского исторического опыта XX века можно найти в философии русского зарубежья. Космизм у Фёдорова, Циолковского, Вернадского. Ну и, думаю, что работы Ленина и Сталина тоже входят в эту систему русской философии. Теперь давайте обратимся к философской антологии. Что такое антология? Кто знает? Это учение о бытии. Учение о бытии. Бытие как проблема философии. Ну вот, с одной стороны, вроде бы это интересно и, так сказать, привлекательно. С другой стороны, мы знаем, что бытие – это первая категория диалектической философии. И если на этом только остаться, на этом самом бытии, то значит, что всё богатство, выраженное другими категориями, останется за рамками. Поэтому, с одной стороны, это хорошо углубляться в бытие, а с другой стороны, останавливаться на нём тоже нельзя. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Значит, антология – это учение о бытии как таковом. Со времён античности философия различает бытие и сущие. Что такое сущие? Когда говорят сущие, это непосредственное бытие. Вот что-то у вас есть, но дома. А вот сейчас вот у вас компьютер, который вы пользуетесь, непосредственно перед вами. Непосредственно, то есть ничем не опосредованно. И поэтому это, можно сказать, это сущие. А вот то, что у вас есть, но не здесь. Допустим, даже в сумке или дома, или где-то в другом месте. Оно есть, но оно не является сущим. То есть сущие – это то же самое бытие, но непосредственное бытие. Само слово «бытие» введено парменидом. Согласно его учению, «бытие» не возникает, не исчезает. Оно существует всегда, иначе оно не было бы «бытием». Оно зависело бы от чего-то, что дало возможность ему возникнуть. Оно неделимо, неподвижно и закончено. «Бытие у парменида уму постигаемо». Ну, как вы понимаете, такие представления уже противоречат диалектическому пониманию «бытие», которое переходит в «ничто». Ну вот, начиналось все именно с такого понимания. Вторым мыслителем, поставившим вопрос о бытии, был Сократ. Сократ открыл реальность, которая не является ни природой, ни человеком. Эта третья реальность, она соответствует тому, что называется «бытием». В средние века, которые характеризуются господством религии, постоянно был вопрос, отреждествлять ли Бога с бытием или поставить его выше бытия. В новое время гносиология вытеснила антологию. А гносиология – это что? Это наука опознания. Логия – это логос знания, гносио, гнозис знания. Наука опознания. Так вот, гносиология вытеснила антологию, но, начиная с канта, вопрос о бытии – необходимая составляющая всякой философии. Основными формами бытия являются бытие природы, бытие общества, бытие человека. В антологии становится и решается следующий вопрос. Угладает ли мир в своем существовании единством, и что является основой этого единства? Является ли мир в своем существовании неизменным, или он постоянно изменяется и развивается? Упорядочен ли мир в своем развитии и изменении, подчиняется ли он каким-нибудь законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Обладает ли мир в целом и в своих отделях частях системной организации, или существует как простой конгломерат различных элементов? В зависимости от их решения философские концепции разделяются, это материализм, идеализм, монизм. Что такое монизм? Это что-то... Моно, от слова моно, выходит из одного принципа, какой-то монизм. Монистический подход. Плюрализм, от слова plural, множественность. Детерминизм, индетерминизм. Индетерминизм означает о том, что это определяется чем-то, есть определяющие факторы. Индетерминизм, наоборот, ничего не определяется. Пространственные временные характеристики бытия, проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Понятие материи прошло несколько этапов в своем развитии. Первый этап – это этап наглядно чувственное ее представление. Второй этап – этап вещественно-субстратного представления. Дескать, из чего она состоит? Материя отразляется с веществом адовым. Третий этап – формирование философского гносеологического представления о материи, то есть, что это такое и как ее познать. Материя – то единое, что есть. Она – объективная реальность, которая отражается человеком в его ощущениях, чувствах, мыслях, в процессе познавательной деятельности, существуя независимо от них. Материя, как объективная реальность, обладает рядом свойств объективность, несотворимость и неуничтожимость, неисчерпаемость, свойств существования во времени и пространстве движения. Движение, как способ существования материи, – это любое взаимодействие, взятое в единстве со своим результатом, вызываемым изменением. Свойства движения. Первое движение – материальное. Второе движение – объективное. Третье движение – универсальное. Четвертое движение – противоречивое. В середине XIX века были сформулированы принципы классификации основных форм движения материи. Была создана классификация форм движения, которая включала механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное движение. Опираясь на достижения современной науки, можно выделить большее количество форм движения материи. Пространство и время являются объективными формами существования материи. Существуют две основные теории, объясняющие сущность пространства и времени. Субстанциальная и релационная. Субстанциальная теория уходит корнями к Демокриту. По его представлениям, мир – это атомы и пустота. Но именно Ньютон в своей знаменитой книге «Математические начала натуральной философии» ввел в господствующие в науке до начала XX века понятия пространства и времени, известные как абсолютное пространство и абсолютное время. Абсолютное пространство – это универсальное вместилище себя и всего существующего в мире. Оно безотносительно к чему бы то ни было внешнему всегда остается одинаковым и неподвижным. Абсолютное время предстает как универсальная длительность любых процессов во Вселенной. Оно само по себе, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно. С точки зрения этой концепции, абсолютные пространства – время и материя – представляют три независимые друг от друга сущности. Среди ученых, которые не соглашались с Ньютоном, был Лейбнис. И лишь в середине XIX века, когда Максвеллом была создана теория электромагнитного поля, ученые задумывались о замене абсолютного пространства и абсолютного времени относителям. Тем не менее, утверждение новых взглядов на пространство и время произошло только в начале XX века, после создания Альбертом Эйнштейном теории относительности. В 1905 году появилась статья неизвестного еще тогда Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», в которой были сформулированы основы специальной теории относительности. А в 1916 году была создана общая теория относительности. Вывод свойства пространства и времени зависит от свойств движущейся материи и от гравитационных полей, в которых происходит движение. Общие свойства пространства и времени – объективность, всеобщность, противоречивость. Свойства пространства – протяженность, трехмерность, изотропность, однородность. Свойства времени – длительность, необратимость, одномерность, однородность. Я бы на одном моменте остановился сейчас. Отношения необратимости и времени. Не задумывались над темой о том, а как доказать, что время необратимо? На собственной опыте. А? На собственной опыте. Не понял. На собственной опыте. Как вы это узнали? Это вам кажется, что оно необратимо. Вот сегодня, вот сейчас, сколько у нас еще? 10.20, а 10.25 – время пространозации. И мы будем молодеть. Я перейду в молодость, а вы – в младенчество. И как вы на собственном опыте собираетесь это доказывать? Это же надо доказать, мне опыт ваш показывает, что было. А из того, что было, можно выводить в будущее просто так? Было, было, было. Я встретил 15 серых лошадей. Следует из этого, что 16-я лошадь тоже серые. Не следует. Правильно? А может даже наоборот. Больше так часто серые лошади попадаться не будут. Сейчас будут другие гниды. Значит, если рассматривать время как нечто оторванное от материи, тогда действительно тут никакого решения нет. Но если рассматривать, что есть только материя, материя и все. И то единое, что есть, это материя, то ясно, что материя, если она развивается, в чем состоит развитие материи? В том, что каждое следующее состояние, движение материи, каждое следующее состояние содержит в себе все предыдущие. Правильно? Даже если нам кажется, что мы идем назад, то, куда мы идем, включает в себя все то, что было до этого. Правильно? Поэтому само понятие изменения материи, движения материи, оно включает в себя вот то обстоятельство, что вот то состояние материи, которое сейчас есть, включает всю историю движения материи. Правильно? А раз включает всю историю материи, то каждый раз новое состояние тоже включает, и все время материя развивается. А раз материя развивается, поэтому и движение здесь всегда, время поэтому однонаправлено. В этом смысле, которое это пофиксирует вот эти самые постоянно происходящие изменения. Идея развития философии. Диалексика – философское учение о законах развития природы, общества и сознания. Первоначально термин диалексика означал искусство вести беседу, рассуждать. Я думаю, в этом вы тоже можете убедиться, что если человек изучает диалексику или знает диалексику, естественно, он более искусен в споре, беседе, рассуждениях и так далее. Но это только первоначальное понимание диалекции, и так понимал ее Сократ. Наиболее яркое воплощение диалекции как учение о развитии мы находим у Гераклита, который объяснял и доказывал, что все течет, все изменяется, что нет ничего такого, чтобы не изменялось. Идеи развития, проявившиеся в разных науках, в биологии, космологии, истории, были философски осмыслены в трудах представителей немецкой классической философии, прежде всего, в сочинении Гегеля. Именно в трудах Гегеля диалектика впервые была разработана как учение о развитии мира. Хотя диалектика Гегеля разработана на идеалистической основе. Маркс и Энгельс рассматривали развитие как атрибут материи, их диалектика материалистическая. Метафизика. Буквально после физики. Это наука о сверхчувственных причинах и началах бытия. Сверхчувственных, мета, что-то сверх. Впервые термин употребляет Андроник Радосский, первый век до новой эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля о бытии самому по себе. Метафизика как метод познания и понимания природы сформировалась первоначального естества знаний, затем была перенесена в философию Фрэнсисом Бэконом и Локком. Классическая метафизика 17-18 веков была антидиалектична, то есть не признавалась развитие, и механистично, то есть все формы движения сводились к механической. Нео-метафизика существует или в форме плоского эволюционизма, или творческого эмерджентизма. Можно сказать, что с 19 века понятие метафизика означает противоположный диалектике метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через противоречия, тяготяющий к построению однозначной, статичной и умозрительной картины мира. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействующих между собой моментов. Современная диалектика рассматривает в качестве своих оснований принципы объективности, развитие детерминизма, системности конкретно исторического подхода. Закон. Что такое? Это необходимая, существенная, устойчивая, то есть повторяющаяся связь между процессами и явлением мира. Или просто можно сказать, закон – это спокойное явление. Вот явление бурно изменяется, преобразуется, а в нем есть что-то такое устойчивое, спокойное. Вот это устойчивое, спокойное мы называем закономерным. Вот вы то это делаете, то то слушаете, то один курс, то другой курс. А в чем закономерность? А в том, что вы повышаете свое знание и двигаетесь в направлении обретения не просто статуса историка, находящегося в становлении, как или музеолога, находящегося в становлении, а в статуса ставшего. То есть музеолога без этой самой приставки в становлении. Законы делятся на всеобщие, общие и частные, зависит от сферы действия. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статистические законы. Законы диалексики – это всеобщие законы действия, живая и неживая природа, общество и человеческое мышление. К счастью, к такому относится закон о переходах количественных изменений в качественные. Например, для понимания этого закона надо определить основные категории – качество, количество, мера. Качество – это непосредственная определенное с предмета. Количество – это более глубокая определенность. Единство, качество и количество – это мера. Развитие – есть единство. количество количественных и качественных изменений – это единство непрерывности и прерывности развития. Сам переход от одного качества к другому характеризуется понятием скачоков. Второй известный закон, широко известный – это закон единства и борьбы в противоположности. Этот закон скрывает в развитии его внутренний источник поводительную силу. Для раскрытия этого закона надо определить следующие категории – тождество, различие, противоположности и противоречия. Тождество – это категория, выражающая равенство объекта самому себе или нескольких объектов друг к другу. Различие – категория, выражающая отношение неравенства объекта самому себе или объектов друг к другу. Противоположность – это категория, отражающая взаимоотношения таких сторон объекта или объектов друг с другом, которые отличаются друг от друга. Противоречие – это процесс взаимоопроникновения и взаимоотрицания противоположностей. Противоречие является внутренней основой развития. Развитие представляет собой процесс становления, обострения и разрешения противоречий. Разрешение любого противоречия представляет собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращение его в качественно иной объект. Известен также закон отрицания-отрицания. Этот закон отражает общий результат и направленность процесса развития. В соответствии с этим законом, любая последующая фаза развития предмета отрицает предыдущую таким образом, что выдерживает, сохраняет необходимые черты последней, в то время как утратившие сущностные черты ее исчезают вместе с ней. Спиралевидная форма процесса развития детерминируется его необходимыми атрибутами, повторяемостью и преимущественностью. Что значит отрицание-отрицание? Вот первое отрицание. Первое отрицание приводит к тому, что вы рассматриваете что-то уже противоположное тому, что было. А отрицание-отрицание, раз оно противоположное этой противоположности, является возвращением к тому, что было изначально. Но оно является возвращением, но в связи с того, что произошло изменение полного и точного возвращения, просто в прежний вид и в прежнюю форму уже не происходит. Поэтому в результате отрицания-отрицания получается не круговое движение, а спиралевидное. То есть вы снова как бы возвращаетесь к этому, но уже на другом этапе и на другом уровне развития. Основные категории диалектики, они раскрывают сущностные характеристики процесса развития, его причину, направленность, характер. Категории, наряду с законами и принципами, составляют необходимую часть учения о диалектике. Категории – это наиболее общие понятия. Категории диалектики – это всеобщие понятия. К ним относятся категории сущности и явления, единичного и общего, необходимости исключальности, причины и следствия, возможности и действительности, содержания и формы и другие. Теперь рассмотрим вопрос о проблеме сознания, философии и природе мышления. Центральное место в нервной системе занимает мозг. Головной мозг человека состоит из 40-50 миллиардов нервонов, каждый из которых имеет до 10 тысяч соединений с соседними клетками. Мозг современного человека составляет 1,5 часть массы его тела. Для сравнения, у шимпанзе 1,5, так что мы можем гордиться. У гориллы 1,5 часть. Только два вида млекопитающих – дельфины и морские свиньи – превосходят человека и по весу мозга, и по количеству их вилен. Так что не очень-то мы можем задаваться. Но важна не столько уделенная масса мозга, сколько и его внутренняя организация. У человека некоторые нервные волокна проводят импульсы со скоростью 100 метров в секунду, или 360 километров в час. Хотя говорят, что только пятая часть мозга задействована, но правильнее говорить, что мы знаем предназначение только одной пятой части мозга, а назначение остальных четырех пятых мы не знаем. Поверхность головного мозга, кора, имеет глубину 2-6 миллиметров. Имеет извилины, благодаря которым поверхность мозга увеличивается в три раза. Ну вот теперь человеческой психики. Что включает в себя человеческая психика? Ощущение, восприятие, представление, разум, абстрактное мышление, эмоции, волю. С антологической точки зрения сознание существует как идеальная реальность, как продукт мозга. А с антологической точки зрения сознание – субъективный образ объективного мира. С аксиологической точки зрения аксиология – это что такое? Аксиология. Оценочная точка зрения, аксиология, когда речь идет о ценностях. С аксиологической точки зрения сознание – не просто отражение действительности, но и отношение к действительности и ее оценка. С кибернетической точки зрения сознания есть информация, заключенная в сигнале. Функции сознания – познавательная, аксиологическая, функция целеполагания. Конструктивная, коммуникативная, револютивно-управленческая. Язык. Язык – есть действенное сознание. Только мысли, выраженные в виде слов, становятся доступны для других людей. Язык является средством выражения и закрепления мыслей в словах и предложениях. Мысли без языка не только высказаны, но не могут возникнуть в голове человека. Это вот такая простая мысль, которую я сейчас огласил. Но не все ее, так сказать, как-то восхранимают, не все с этим считаются. Иногда кажется, что я вот понимаю, но просто не могу высказать. А что значит, если я понимаю, но не могу высказать? То есть я не могу то, что мне кажется понятным, передать другому человеку. А раз я не могу передать другому человеку, то моя, так сказать, мысль выражена не в человеческой форме. А раз она не выражена не в человеческой форме, то она и не мысль. Поэтому мысль тогда, мысль, если она проявляется и отлагается в языке, это не значит, что обязательно ее нужно высказывать. Но она и в голове уже формируется, в тишине и в покое, понятие обязательно. Понять значит выразить понятие. Если я выразил понятие, я могу вам передать, вам передать. Кому угодно могу передать, то есть она тогда является человеческой мыслью. А в противном случае она где-то на уровне эмоций, впечатлений. Вот мне кажется, что мне так все понятно, так все понятно. Но объясните, что это такое. А объяснить не может. Если не можешь объяснить, значит не понял. Отсюда и некоторые формы работы в УЗИ. Скажем, вот когда вы слушаете лекцию, вы что делаете сейчас? Потребляете знания. А если я много-много лекций прослушаю, я буду большой потребитель. Это как все равно, что я много-много съем. Так и здесь много-много я слышал. И что? А ничего из этого не следует. Потому что сможете ли вы воспроизвести эти знания? Правильно? Поэтому, на самом деле, хотя лекции, конечно, важны и, так сказать, они необходимы, на самом деле более важным является тот же самый зачет и экзамен. Потому что на зачете экзамена кто потребитель? В качестве потребителя выступает преподаватель, правильно? А вы не в качестве потребителя, который просто воспринимает, что ему в голову пытаются это сложить, а он воспроизводит знания. То есть вы даете своему языку команду, чтобы он излагал. Он излагал. Вы излагаете. Вы являетесь производителем знаний. Хотя бы и таких, которые являются абсолютно новыми для науки. Но для вас они новые. В данном случае. Скажем, от студента, от выпускника, не требуется новое научное знание. Новое научное знание требуется от кого? От кандидата на уроку. Поэтому, если человек написал кандидат, что очень интересно и очень хорошо написано, ничего нового нет, она не может защищаться. Первое требование к работе кандидатского такого рода, чтобы там обязательно была новизна. Нет новизны, значит, не о чем говорить. А если это докторское, значит, не просто новое. Мало ли что, вы новое сказали, не видно. Никто еще такого не говорил. А это должно быть либо новое научное направление в науке, либо решение очень крупной народно-хозяйственной или культурной проблемой, которая имеет большое значение для развития культуры в обществе. Вот тогда можно говорить о докторской диссертации. То есть каждый раз, всякий раз, когда речь идет о различных стадиях развития науки, речь идет о том, чтобы это новое было выражено, естественно, в понятиях. Если это не выражено, не написано в диссертации, или человек не может написать книгу, не может написать статью, не может написать какую-то работу, значит, он не может выражать мысли. Если он не может выражать мысли, он не развивается. Вот почему. Я вас настоятельно призываю, надо этим подумать. Над чем подумать. Вот вы пишете сейчас какую-нибудь книгу. А почему? Вот почему вы не пишете книгу? Нет, непонятно, почему вы не пишете книгу. Вы ждете, когда вы будете постареете, как я, да? А зачем вы? А зачем вы не пишете книгу? Вот у вас как вы считаете? Это плохо, что вы молода или хорошо? Ну, если хорошо, так и пишите. Сейчас у вас условия есть, чтобы писать? Что вам надо? Вот набирай, да набирай. А? А что значит писать? Вот подумайте, я вам могу посоветовать, как пишут книги. Что значит писать? Первое, это надо стоить, замысел. Да, знаете, о чем писать? Замысел. Ни о чем, о чем я могу, о чем угодно, мыслей у меня нету, о чем это предмет? А замысел, это что интересно в книге? Что вы хотите разработать? Этот замысел всегда выражается в чем? В названии. Вот если вы название придумали в своей книге, это уже вы ее пишете. Чувствуйте, сейчас он мне говорит, я не пишу. А вы вот вчера придумали, сегодня я спрашиваю вас, вы пишете книгу? Да. И на какой стаде работаете? Вот название придумал. Но это хорошо, блин. Вы совсем уже другой человек. Так, дальше. А что у нас название? Это часть книги или целая? Тогда у меня к вам более общий вопрос. Развитие. Оно идет от части к целому или от целого к целому? Ну да, это первая часть. Понятно. Вот присаживши себе в утробе матери, ребенок сначала развиваются, нога появилась, потом ксельенка, потом печенка. Ну там же есть сладия все-таки. Ну, развитие не идет от целого к целому. Из одной клетки их развивается, из одной клетки развивается человек. Одна клетка олицетворяет все целое. Или нет? Или я неправильно понимаю? Поправьте меня. Развитие. Вот если вы развиваетесь, то вы от кого к кому идете? Вот вы лично если развиваетесь, от кого к кому? От себя к себе. Ну вот, вот видите, вы понимаете, от себя к себе. Развитие всякое, это движение от себя к себе. Потому что это развитие вот от того, что есть. Поэтому если вот вы пишете книгу, то взяли целое вот, вот, в напряженном виде, сгусток мыслей. Вот вы его выразили в виде названия. Это не значит, что вы не можете поменять название. Потом в ходе работы вы поймете, что вам надо уточнить название. Вы его уточните, но тогда вы приведете в соответствии с этим названием и все, что вы дальше написали. Правильно? Поэтому первое, что нужно, вот, если вы что-то задумали, это же относится и не обязательно к книге, к курсовой, к дипломной работе. У вас теперь дипломных как бы нет, как они говорят, с выпускной, дескать, да, вас выпустить надо. А то мы вас тут держим, а наконец выпустили вас. А то у вас, как будто это тюрьма. Дипломная работа, дескать, убрали, пятилетнее обучение, специалитет. Ну и в соответствии с этим и терминология изменилась. Наше дело вас выпустить, а не то, что сделать дипломированным специалистом. Дипломированный, что такое специалитет? Вы должны стать дипломированными специалистами. А сейчас вы должны быть людьми, которые 4 года позанимались. Хотите еще позанимайтесь 2 года, если есть деньги, и время, и возможности. Тогда будете магистрами. Но в магистратуру вас не возьмут. Потому что у нас магистратуры нет. Я имею в виду магистратуру, в смысле это магистраты были раньше. Это старое название каких-то органов управления. А вы имеете в виду на работу? Ну да, на работу. А чем отличается выпускник магистратуры от специалиста, который учился 5 лет? Ничем. Абсолютно ничем. Только это растянуто на 6 лет. И количеством занимающихся. То есть у нас вот группы бакалавриатов достаточно большие. То мне приходится читать и для магистров, и для бакалавров. Лекции. Магистров сидит 1-2-3 человека. Один УЗ только есть такой, как Московский государственный университет, в котором количество магистров точно совпадает, 100%. С количеством бакалавров. То есть они просто учатся 6 лет. Вместо премьерных пяти. А зачем? Это же тоже время. Это надо же семьям выдержать, чтобы они, так сказать, уже взрослые люди не работали, а только учились, учились, учились. То есть тут тоже есть определенные границы. Так, возвращаемся к тому, на чем я остановился. На том, что мысли без языка не только не могут быть высказаны, но не могут возникнуть в голове человека. А вот когда человек пишет, он и подбирает слова. Вы пишете какую-то работу, статью, игу, какую-то руку. Может, вы какую-нибудь повесть пишете. Но вы должны подбирать же слова, правда? И вот идет развитие мыслей при этом. Язык – система понятий, с помощью которых человек получает, хранит, перерабатывает и передает знания. Любой язык – есть единство состава, в совокупности знаков и структуры, грамматик, правила, коды. Когда мы говорим и пишем, мы кодируем значения мыслей, знаков. Когда мы слушаем, читаем, мы декодируем знаки, извлекаем значения. Язык выполняет две основные функции. Первое – экспрессивное средство выражения мыслей, то есть экспресс выражать. И коммуникативное средство связи. Языки делятся на естественные и искусственные. Естественные языки с виду аморфны, как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражения и придания им смысла. В нем, в обычном языке, нет четких критериев о смысленности утверждений. Значение многих слов и выражений зависит не только от них самих, но и от их окружения. Почти все слова имеют несколько значений. Есть слова, которые не обозначают никаких предметов. Существуют различные гипотезы возникновения языков. Подражание животным. Язык родился из рефлекторного выражения эмоций. Подражание звуком природы. Связывается ритмичными звуками, сопровождающими некоторые виды коллективного труда. Но все эти гипотезы не объясняют, почему возник язык. Ведь и животные тоже слышат те же звуки природы, реагируют на них, выражают эмоции. Но у них не возникает способность произносить речи, понимать другого. Ну и вроде бы как одни вопросы у нас в отношении языка остались, а ответов нет. Ну вот есть небольшая работа Энгельса. Роль труда в процессе превращения обезьяна в человека. Который делает акцент на том, что именно труд, с которым связано развитие человека и его коллективный характер, они потребовали взаимодействия в ходе труда. Чего нет ни у каких животных в такой мере. И поэтому для этого взаимодействия необходимы соответствующие знаки, сигналы. И это привело к созданию языка. Никакого другого объяснения более убедительного никто в науке не представил, чем это. Ну давайте теперь остановимся на гносеологии, как учении, опознании. Гносеология, как учение, опознание. Теория познания, гносеология. Это раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности. Отношение знания к реальности, выявление условий достоверности и истинности познания. Термин гносеология введен в середине 19 века, но само учение возникло во времена античности. Наличие агностицизма свидетельствует, что познание – это сложный феномен. И здесь есть о чем рассуждать. Что значит агностицизм? Что такое агностицизм? Учение о том, что познать нельзя. То есть есть такие ученые, наука которых состоит в том, что познать нельзя. И не то, чтобы это было в работах каких-то экзотических ученых, которые где-то на обочине развития философии оказались. Нет. Например, тот же Кант, у которого есть немалый вклад в философию, он разработал такую категорию «вещь в себе». И смысл этой категории в том, что вот вещь в себе, вы можете на нее смотреть, можете поверхность наблюдать, но познать вы не можете. Не можете рассказать, что это такое. Раз вы не можете сказать, то, так сказать, тем самым возможности человека в познании мира ограничены. Он может только вот внешний вид понимать, внешний вид отражать, проникнуть в глубь не можно. Вот Гегель в науке логики подверг это представление канторское, в виде жесточайшей критики. И сказал, ну как это мы, даже модным, говорит, это течение стало о «вещи в себе». Все они говорят «вещи в себе», дескать, что это такое, невозможно понять, что это за «вещи в себе». Или мы поняли, мы знаем, что это такое, это живая, пустая, неживая абстракция, то, о чем ничего нельзя знать, ничего нельзя понимать и так далее. А на самом деле, все можно углубляться в познание мира все более и более глубоко. И в этом и смысл вообще науки. Смысл науки в том, чтобы познавать не только внешнюю поверхность, а познавать и всю глубину содержания того, что мы изучаем. Поэтому, в этом смысле для Олегска Гегеля она выступает в сравнении с канторской философией. Не просто как теория более развитая, а такая, которая является всеобщей, которая вот такого положения, когда есть правильное, есть неправильное, такого нет. Если она и неправильная, то в целом. И это ее неправильность в целом, а именно, что она идеалистическая, не делает, и в силу такого единства структуры, и единства системы знаний, не делает ее учением, которое невозможно использовать. Достаточно его просто по-другому истолковать. Вот, скажем, наука логики Гегеля построена так, по замыслу Логского Гегеля. Значит, том первый включает две книги, учение о бытии и учении о сущности. И том первый называется «Объективная логика». Том второй – это третья книга, учение о понятии. И называется это «Субъективная логика». Ну, вот представьте себе, значит, произведение, в котором объективная логика и субъективная логика. Трудно ли это истолковывать в материалистичке? Нетрудно. Вот вы изучаете объективную логику, то есть логику объективного мира, а потом вы переходите к логике понятия, то есть к логике субъективного мира. А то, что он трактует это, так сказать, чисто идеалистически, дескать, это абсолютная идея совершает это движение. Ну, это, так сказать, отбрасывается и в начале, и в конце. И все. И получается система диалектическая, система материализма или диалектический материализм. Ну, и другое дело, что нельзя получить систему материализма, не решив некоторые другие проблемы, которые перед Гегелем и не возникали. А как объяснить развитие общества? Какова его диалектика? И поэтому только после выдающегося открытия Марксом и Энгельсом роли общественного россиян, то есть производства, развития общества, тогда система материализма диалектического приобрела законченную такую форму. Сколько она стала еще и историческим материализмом. А что такое исторический материализм? Это материализм, примененный к истории. Вот у нас есть и сейчас, в том числе и у нас в Институте Философии, различные идеалистические концепции философские. Я даже предлагал товарищам, ну, так вы вот вышли и так гордо сказали, я исторический идеалист. Таких я не видел. Скажем, я применяю материализм к истории. Кто я тогда? Исторический материалист. А вы, допустим, применяете идеализм к истории. Ну, скажем, я исторический, не хотят. А чего вы боитесь? Вы же это вот считаете, это новое, интересное, современное. Скажите, красиво? Нет. Вот такая забавная ситуация. То есть на самом деле вот это деление на материализм и идеализм, хотя мы с вами такой делаем очерк исторический сейчас, философских учений, довольно белое, понятно. Потому что если это все изучать обстоятельно, вы никогда до систематического изучения никакой философской системы не дойдете, потому что получилось, чтобы остановитесь и умрете, не прочитав вы половину того, что написано по этому вопросу. В этом отсюда и выдающееся значение обобщающих произведений или систем научных. Что такое система? Система обобщает все, что написано до этого, и превращает отдельные какие-то философские концепции, целые философские концепции в соответствующие категории. То есть, скажем, Гегелевская система вобрала в себя все достигнутое человечеством в области философии за все время до Гегеля. В этом ее, то есть она, можно сказать, нас вводит на передовой уровень, без того, чтобы мы проходили снова весь этот исторический путь. Ну, я, хотя вот у вас в курсе, мы рассказываем о том, что, какие были там концепции и так далее, но это не очень систематическое изложение, потому что систематическое изложение – это рассмотрение современной философской системы, в которой начало есть не развитый результат, а результат есть развернутый начало. Итак, значит, познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Но кто субъект? Это люди. А объект познания – все, есть объект познания. Познание и творчество. В теории познания изучают природу познания, его возможности, отношение знания к реальности, выявление условий достоверности и истинности познания. Значит, мы дошли с вами до аналистицизма. Если человек стоит на точке зрения, что познать ничего нельзя, ему нечего делать в науке, потому что если ты считаешь, что нельзя, так нечего тогда изображать из себя ученого. Что тогда тут делаешь, правильно? То есть в науке могут быть только те люди, которые стоят на той точке зрения, что познать хоть и трудно, но можно. А если это невозможно познать, так о чем тут ваш класс состоит? Дескать, ну вот вы тут бьетесь, а не вся ваша битва пустяки, из-за них нужно делать, надо побросать это и уйти. Протагор, 5 век до новой эры, писал о богах, я не могу узнать, есть они или нет их, потому что слишком много препятствует такому знанию. И вопрос темен, чрезвычка жизнь городка. В человеке есть мера всех вещей, как оно кажется, так оно и есть. Основателем античного скептицизма был Перрон, 4-3 века до новой эры. Что такое скептицизм? Что такое скептицизм? Это отрицание познаваемости мира через разные... Ну это так вот, отрицание познаваемости, это как бы такое резкое выражение. А вообще, если у меня там, я скептически отношусь, что вы сказали, если я скептически отношусь, то я отношусь так, то ли это есть, то ли это нет. То есть скептицизм все подвергает... Сомнению. Сомнению. Это хорошо подвергать сомнению? Хорошо. Но если человек на этом останавливается, это плохо. То есть Солнце сейчас светит? Сомнительно. Вы закончите исторические факультеты? Сомнительно. У нас будет перерыв сегодня после этой лекции? Сомнительно. Вроде тоже так все. Бывают такие случаи. Продолжаем, продолжаем. Вы вроде меня не останавливаете, а я, значит, как про нашу специальность, как говорят, рот закрылся, рабочее место убрано. Вовремя не обратили внимания, так и пошел. То есть, с одной стороны, это хорошо, когда человек может, так сказать, излагать продолжительно, а с другой стороны, он должен вовремя остановиться, чтобы его не побили. Так, вот это скептицизм. Перрон считал, что всякому утверждению о предмете может быть с равным правом противопоставлено противоречащему утверждение или суждение. Надо воздерживаться от федергорических суждений, делает он вывод. Хотя то, что вот первое, что он сказал, это правильно, да? Давайте возьмем прямо противоположное, рассмотрим его тоже. Но из этого рассмотрения и того, и другого, надо все-таки вывод, какой из них, допустим, целое, а какой может быть момент. Диалектика эту проблему решила, потому что в диалектике всегда берутся два противоположных утверждения. Но что представляет собой целое, а что является внутренней характеристикой, отрицанием этого целого, как момент, это выясняется в ходе исследования. Лангельский философ Юн в XVIII веке считал, что природа держит нас на почетном расстоянии от своих тайн и представляет нам лишь знание поверхностных качеств объектов. Дескать, вот вы можете поверхностные качества какие-то узнать, а глубину проникнуть не можете. Способствовала такая точка зрения движению и развитию науки? Не способствовала. Скажем, другая, противоположная точка зрения, мы можем познать, она никак не может помешать развитию науки, потому что если вы в ходе экспериментов, анализов, изучений, ничего не получили, ну не получили. Но вы если стараетесь, можете и получить. Поэтому первое, просто сказать, она еще и позиция такой научной леди. Скажем я буду изучать, все равно ничего не получится. Вот зачем я буду книгу писать, может, все равно я не запишу книгу. Зачем я буду поступать, я все равно не закончу. Ну и так далее. То есть вот эта позиция, конечно, она не вполне человеческая, поскольку человек должен всегда выходить за свой предел и развиваться. Так. Канн не сомневался в существовании вне сознания вещей в себе, но считал их непознаваемыми. Есть вот вещи в себе, но они непознаваемые. А раз они не являются познаваемыми, и что делать? И зачем тогда философия? Зачем тогда себя считать философом, если вот я могу только наблюдать внешнюю поверхность и, следовательно, ничего я не могу проникнуть вглубь. Какая-то наука, которая не может проникнуть в сущность и явление. Это вообще, строго говоря, не наука. То есть вот есть такие ученые, которые, при том, что они все-таки сделали какие-то открытия и достижения, они тем не менее пропагандировали отказ от того, чтобы проникать в сущность и явление. Немецкий физик Мюндер в XIX век выделил идею, что существует специфическая энергия органов чувств, играющая решающей роль в специализации ощущений. Внешний фактор лишь запускает энергию соответствующего органа чувств. Мы не знаем о сущности внешних предметов, мы знаем только сущности наших чувств. Но это вот другое издание, того же самого агнастицизма. Основные формы и методы познания выделяет чувственное познание, которое дает нам знание лишь о внешних проявлениях объекта, формы чувственного познания. Ощущение чувственного образа, отдельные свойства объектов. Восприятие чувственного образа объекта это совокупность у всех его свойств. Представление уже чувственного образа или ранее воспринимаемого объекта или созданного продуктивным воображением. В отличие от чувственного, логическое познание это познание сущностное и глубинное, оно безграничное. Формы чувственного познания. Понятие – это мысль, отражающая объекты общих и существенных признаков. Суждение – это мысль, в которой что-либо о чём-либо утверждается или отрицается. Суждение может быть истинным или ложным. Само суждение находится в учении о понятии его. Григорий, то есть нельзя это считать непонятием. Тоже понятие, но в определённой форме. Выведение нового суждения из других суждений называется умозаключением, которое бывает дедуктивными, индуктивными и рассуждениями по аналогии. Вот Гегель называла рассуждения по аналогии худшим видом рассуждений. Дескать, я встретил 15 гнидых лошадей, значит 16-е будет гнидая лошадь. А выходит серый в яблоках. Не получилось. То есть аналогия, в общем, не научный способ рассуждения. Но тем не менее, по аналогии люди рассуждают постоянно. В том числе в области общественных. Вот когда они, некоторые деятели, которые выступают у нас в сфере массовой коммуникации, они выступают с идеей, что сейчас у нас или февраль 17-го года проходит, или там определенная стадия царской власти и так далее. То есть берут просто старые схемы и примеряют их по аналогии на то время, в котором мы живем. Рассмотрим теперь проблему истины в философии и науке. Проблема истины является ведущей в теорию познания. При изучении проблем истины следует выделить два момента. Определение истины и критерии истины. Истина – это соответствие знаний действительности, положение, которое является главным в классической концепции истины. Классическое понимание истины – Платон и Аристотель, Фома Аквинский, Гольбо, Гегель и Маркс. Истина – объективно, то есть содержание нашего знания не зависит ни от человека, ни от человечества. Из понимания истины как объективной следует ее конкретность. Конкретность истины – это зависимость знаний от связей и взаимозависимости, присущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они существуют и развиваются. Важное место занимает такие формы истины, как абсолютная и относительная истина. Под абсолютной истиной в настоящее время понимается такого рода знания, которое тождественно предметует и потому не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. Такая истина есть результат познания отдельных сторон, изучаемых объектов, констатации фактов, окончательное знание определенных аспектов действительности, то содержание относительной истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания. полное, актуальное, никогда целиком не расчижимое знание о мире. А относительная истина – это что? Это неполное знание о том же самом предмете. Истина во все времена остается истиной, поэтому относительная истина – это истина, объективная, исключающая основоположник Эммануэл Канг. В 20 веке это неопозитивизм. Непротиворечивое знание. А если жизнь противоречивая, и мы ее отражаем. И получается, что эта концепция, она сразу устанавливает до познания, до изучения некоторые границы этому, и говорит, что только будем изучать непротиворечивое. То есть противоречивое не будем изучать. А что у нас непротиворечивое? Можете привести пример чего-нибудь непротиворечивого? Есть что-нибудь непротиворечивое? Ничего нет. Мейер писал, что истинность научного знания в том, что все знание представляется в самосогласованную систему. Но еще Парменит и Енон считали, что соответствие знания в действительности может быть удостоверено не путем наблюдения, которые не дают достоверного знания, а лишь путем установления непротиворечивого сознания. Прагматическая концепция истины Пирс, Джемс, истинное утверждение состоит в его согласии с конечным критерием. А этот критерий есть полезность данного утверждения для действия. То есть такая прагматическая концепция. В настоящее время распространен подход, называемый элиминационным. Истинно неопределенные понятия, ведущие к трудностям. Необходимо искать более удобные понятия, например, соглашения или иные заместители. Это вот такая форма ухода от истины. Проблема критерия истины, практика и роль познания. Декарт, Спиноза, Леевнец в качестве критерия истины предлагали ясность и отчетливость мыслимой. Эти истины результаты естественного света разума. Но ясность и очевидность это субъективное состояние сознания. Критерий истины общезначимость. Истина то, что соответствует мнению большинства. Но еще Демокрит замечал, что вопрос об истинности не решается большинством голосов. Часто первооткрыватели оставив истину оказывались в одиночестве. Это не только часто, а можно сказать правило, что открытие истины бывает сначала в голове. Скольких голов? В одной или в двух? Правильно? Критерием истины в рамках поверенной теории истины является логической непротиворечивой знанием. Прагматические концепции истины делают акцент на не теоретические критерии, считая полезность и эффективность знания решающим критерием. Конвенционалистская концепция решающей критерии решающим критерием считает согласие научного сообщества. Если все ученые так считают, то значит это истина. Поскольку вопрос об истинности той и иной теории в итоге решает научное сообщество, то само согласие должно служить окончательным критерием истинности. Совершенно понятно, что один человек мог быть прав, а остальные могут быть и неправы. Марксистская концепция ведущей критерии истины это практика. Седьмое. Концепция критикующей понятие критерия истины. Еще Канц считал, что понятие всеобщего критерия истины является бессодержательным. Карл Поппер делает вывод, что точно фиксируемого универсального критерия истины вообще не существует, поэтому нет смысла заниматься его поисками. Практика это целесообразная сознательная деятельность людей, направленная на образование окружающего мира. Конечно, к критерию истины относится системно и все-таки решающей проверкой истинности знаний за практикой. Следующая проблема, на которой мы становимся, это философская концепция человека. Человек и мир в современной философии. Термин антропология был введен Аристотелем для обозначения совокупности знаний о духовной стороне человеческого общества. С XVI века термин стали использовать по отношению к знаниям в физическом строении человеческого тела. Французские материалисты XVIII века понимали под антропологией знания о духовной и материальной стороне человека. Эммануэл Канг различал физиологическую антропологию исследования того, что делают из человека природа и антропологию прагматическую исследования того, что делает или можно сделать человек сам из себя. Вопрос о том, что есть человек, возникает и получает свои первые ответы еще задолго до того, как сложилась философия. Идея человека пронизывала мышление греков. И свидетельством этого является антропоморфизм древнегреческой религии и космологии. Но именно в V веке до нашей эры человек во всей полноте своего бытия оказывается в центре внимания философии. Греческую цивилизацию с полным основанием именуют гуманизмом, поскольку ее завоевания были направлены на то, чтобы увеличить власть человека над природой, укрепить его положение в обществе, найти и утвердить подлинную сущность человека, его достоинства и блага. Ну и как вы понимаете, вот когда мы это слушаем и считаем, как бы все рабы они выбрасываются за скобки, поскольку их никто человеком не считает. Поэтому он говорится о человеке, но человек где кто? Рабовладелец или свободный гражданин, но не раб. никто так сказать его не собирается укреплять положение в обществе раба и никто не собирается увеличивать его власть над природой и так далее. А завоевания были направлены на то, чтобы получить больше рабов. Обычно создателем первой философии человека называют Сократа. По словам Сосерона, он первым спустил философию с небес на землю, поселил ее в городах и домах, научил людей размышлять о жизни и нравах о добре и зле. Но еще до Сократа появляется школа софистов, которые видели свою задачу в просвещении людей, в том, чтобы сделать философию и науку действенными факторами жизни. Противовес древнегреческой идее, что добродетели не учатся, а с ней рождаются, софисты выдвигают просветительский лозунг «добродетели можно научиться». Мы тоже на этой точке зрения стоим, что добродетели можно научиться и в университетах эту задачу стараемся решить. Но Сократ же говорил, что много знаний ему не научает. Мы требуем не просто многознания, а мы требуем, чтобы у вас была система знаний. Не просто много знаний, а единое знание как целостная система. Видите, разница? Истина. Истина тоже развернутая в систему знаний. Не истина, как просто правильное положение. Второе правильное положение, третье правильное. Если вы много знаете разных всяких истин, то вы кто? Максим, много, но в курсе я про меня спрошу. Если я много знаю это, 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 то я много знаю разных всяких правильных я теретик. Кто я? Теоретик. Какой теретик? Я снахарь. Ну, есть много знаю знахарь я. То есть, а чем отличается ученый от знахаря? Тем, чем наука отличается от знаний разрозненных, не системой. То есть, много знаний, много, а системы нет никакой. А раз системы нет никакой, то человек не может различить истину от лжи. То есть, он может набирать снова еще какую-то отдельную истину, а у него нет общей картины мира. Поэтому вот у нас в курсе, который мы с вами читаем, есть вот первая часть такая довольно большая, которую мы с вами проходим, как бы делаем очерк предшествующей философии. И существующей, в том числе, философии, которая, ну, больше похож на что? На то, что мы набираем всякие знания. Ну, они какие? По характеру. Изложения, они разрозненные. А потом во второй части мы будем, которая называется в программе «Социальная философия», мы уже рассматриваем систему знаний об обществе современной. И это будет отличаться от данного изложения и по форме, и по содержанию. Так. Вот софисты. А под добродетели в веке понимали не только моральные качества, а всю совокупность человеческих способностей. Вслед за софистами Сократ тоже отмежевывается от ранней космологической проблематики, обращается к миру человека. Но если для софистов человек – центр культуры, ее творец, во всех ее проявлениях, то для Сократа человек – только тот, кто познает и творит добро. Божественно санкционируя этическое познание, Сократ призывает познать самого себя. Он говорит «Познавай, ищи самого себя, испытай себя, знающий ли, добрый ли ты или нет». Сократ обращается не к человеку вообще, а к данному конкретному индивиду. Платон был прямым наследником Сократа. Ну понятно, что особняком стоит христианская концепция человека. Ранее христианство подъявляет идею бессмертия отдельно человеческой души. Это же привлекательно. Человек-смертина, душа бессмертна. И вот душа поднимется на небо и будет летать там, где райские кущи, мимо райских яблочек. А у вас ни зубов нету, желудка нету. Это как это мучительно в раю так. Представляете, ваша душа летает, летает, а ничего попробовать нельзя. Ра под природу такой же человек, как и другие. И вот это уже разрушает христианское концепции человека. Это очень важно. Христианство приравнивает рабов и свободных. Но уже не по природе, а по духу. Христианство предлагает равенство. Но это не действительное равенство, а идеальное. Одним из наиболее ценных приобретений этого этапа была идея бессмертия, однократности и самоценности человеческой личности, которая развивается в рамках христианской философии. Августин Блаженный в своем учении придает большое значение христианским идеям бессмертия человеческой души, грехопадения и искупления, но сохраняет неизменным принцип подчинения человека абсолютным нормам потустороннего мира. У Августина, как и в платонизме, человек остается во власти абсолютных и общезначимых сущностей божественного миропорядка. Но вместе с тем, Августин ищет пути приобщения и подчинения этой живой человеческой личности божественному миропорядку. Душа человека рассматривается Августином в различных ее проявлениях, как некая в себе самой замкнутая субстанция. Решающее значение для нравственной жизни имеет не интеллект, а воля. Любовь противопоставляется теории, вера, знания, живая надежда, рациональной вере. В отличие от более поздней рационалистической философии, Августин выдвигает принцип душевной и эмоциональной приверенности Богу, не принцип знания, а принцип любви. В тесной связи с этим находится его учение о предопределенности, согласно которому Бог заранее определяет свое отношение к людям, неся им свою милость и наказание независимо от их заслуг и прослуг. Я хотел бы сделать некоторое замечание, которое у меня родилось на почве прочтения Библии. Вы Библию читали, казах, нет? Читали. Читали? Начало почитали? За что прогнал Бог Адама и Иеву из рая? За решение своего закона. А что за закон-то было? Яблонь. Он что, храник яблок, что ли? Это вы так излагаете, как будто это сад просто. Во-первых, яблоня была одна. Во-вторых, яблоня непростая была. Какое древо-то было? Чего? Жизнь. Ну, по-другому это название какое-то. Древо просто жизни? Нет, неправильно. А вы читали Библию или нет? Я читал когда. Боже, нет. Если я спрошу, вы читали физику? Нет, я, говорит, химию читал. Нет, давай. Мы же сейчас говорим о христианской религии. В религии надо быть конкретным. Это же не философия. Всеобщий характер носит. Религии не носит. Есть общие моменты, но не всеобщий характер. Так вот это древо. Какое древо? Никто не вспомнит? Древо познания. Древо познания. Да. Ну и что задумал наш дорогой Бог? Чтобы люди не вкусили с древо познания. Чтобы они не знали, что добро, а что зло. Такой был замысел Божественный. И он был очень разъярен, когда узнал, что они сорвали яблоко и вкусили. Они захотели быть как мы, как боги. Вот тут сразу видно, что само это рассуждение. Мы, как боги, говорит о том, что вот этот переход. Религия в Библии написана уже на переходе от многобожия к единобожию. Как можно говорить? Мы, боги, когда бог вроде один. То есть они хотели знать, что добро, а что зло. А по замыслу, значит, вы должны быть кем? Вы не должны знать, что добро, а что зло. А если узнаете, то вас выгнать надо и вообще страшно наказать. Как наказать? А чтобы вы, ваши дети, дети ваших детей и так далее, и все по телеса своего ели хлеб свой. И вот такое, так сказать, наказание. Хотя сам труд, это что, наказание, что ли? Труд как наказание, это как установка? Это хорошая? Хотя, конечно, везде в сферах. Даже в сфере исполнения наказания труд рассматривается не как наказание, а как средство воспитания. Получил без труда, так поработай. То есть что получилось? Не получился замысел у бога. Хоть он и всемогущий, вот он хоть и всемогущий, но замысел он был такой, чтобы люди были бы такими животными, которые не понимали бы, что добро, а что зло. И вот они если вкусили и стали понимать, что добро, то выгнать их и страшно наказать. Это начало, так сказать, все эти вещи. Но если вы будете дальше читать, то вы там обнаружите, например, было указание бога о том, чтобы всех... чтобы убить надо было всех, и младенца в том числе. А тот, кто ослушался, подвергается наказанию. То есть бог заранее определяет свое отношение к людям, неся им своей милости и наказания, независимо от их вилософу и поступку. В отличие от Апустина, Фома Аквинский связывает христианское учение с философией Аристалтия. Он так же понимает бытие бога в духе христианской религии, признает творение мира из ничего и бессмертие человеческой души. Но душа не существует для земной жизни, а она создается богом. И знания приобретают не путем воспоминания, как у Платона, а через чувственное восприятие. Ну вот как вы. Человек в частице установленного богом миропорядка и занимает заранее отведенное ему место. Ценность жизни и поступков определяется тем, насколько она соответствует этому данному порядку. Ну вот уже по-другому воспринимается человек нового времени. Реформация, противовес средневековой идеи внешнего миропорядка, удивляет положение о живом, индивидуальном и однократном характере встречи человека с богом и о личной ответственности верующего за свои убеждения. Человек, как абсолютно греховное и падшее существо, отделяется от бога. Кто плохо будет сдавать челософию, это греховное и падшее существо. А бог у нас в университете. Он будет отделен от бога. Отстаивая идею о непосредственном. Эта теория провозгласила личную и внутреннюю веру единственным путем спасения. От чего вы должны спастись? Что-либо идея о спасении. От чего спасись? Вот вы читали Коран. Спасение в чем состоит? От чего спасается-то? Наводнение, затопление, пожары. От чего спасать будет? От чего спасается? От греховое падение. Греховое падение или от смерти? Кого он спасает? Человека. А зачем он спасает? А? В Коране не стало, что он уничтожен. Не надо его спасать от смерти. Ну раз не надо спасать, вот они так обвязываются поясом шахида и взрываются. Так от смерти где-то здесь, в земле или в брате Садар? Человек должен погибнуть здесь для того, чтобы быть счастливым. Да. Садар. Да. В Коране вообще-то так три раза упоминается. В разных... Отстаивая идею о непосредственном. Разгласила личную и внутреннюю веру единственным путем спасения. Религиозная идея извечения греховности человека и аскетизма Возрождение противопоставляет свои догадательства врожденного стремления человека к добру, счастью и всестороннему совершенству идей целостности человеческой природы, неразрушимого единства ее духовного и телесного. В этике эпохи Возрождения получает свое развитие и распространение эпикурианства, что соответствовало господствующим тогда идеалам гуманизма, то есть жажде земного счастья, всестороннего развития личностей, которые были характерны для раннего бургразного мироощущения. Но, наверное, вы заметили, если это бургразное, раннее мироощущение, не о всех личностях человечества, а не о некоторых личностях. Скажем, идея всестороннего развития всех шленов общества возникла гораздо позже и возникла только впервые в программе РСДРП большевиков, которая была принята на втором съезде по предложению Ленина, потому что у Плеханова еще стояла проекция программы, производство развивается удовлетворение нужд общества. И Ленин, когда с ним этот вопрос обсуждал, в комиссии, а в комиссии было три человека – Плеханов, Ленин и Мартов. Он написал, что такую-то организацию общества и производство еще и треезды могут дать, а надо для обеспечения полного состояния, чтобы развивалось производство, велось, и свободу всестороннего развития всех членов общества. И вот это Курсиум подчеркнул. И вот до этого, вот та философия, которую мы сейчас рассматриваем, я еще долго и долго добирался до этого. А отдельные личности развивались, как вы понимаете, из самых-самых давних времен. И в эпоху рабовладения одни развивались, а другие умирали в непосильном труде. Рационализм античных мыслителей, платоновский дуализм души и тела, обновляя себя в философии Декарта. В духе рационализма Декарт видит сущность человека в мышлении, в разумности. Начиная с сомнения истинности общепризнанного знания, Декарт, путем логических рассуждений, приходит к признанию первого достоверного факта – самого сомнения. Следовательно и мышление, и через него – осуществование мыслящего существа, человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Так, единственным достоверным признаком человеческого существования, определяющим природу человека, утверждается мышление, интеллект. Что значит я существую? Я существую как человек, если я мыслю, а не просто существую. Правильно? природное, биологическое и общественное социальное в человеке, антропо-социогенез и его комплексный характер. Но это мы будем рассматривать после перерыва. Продолжение следует...